Из квадратных бутылок тоже делают крутые самоделки. Сегодня я покажу три способа, которыми можно разрезать квадратную стеклянную бутылку. Способом которым пользуюсь я, можно разрезать не только квадратные, но и треугольные, овальные и многие другие бутылки. А на десерт подкину вам классную идею для крутых самоделок. Поэтому не переключайтесь. Будет интересным. В первом ролике на тему стеклянных бутылок я показал как сделать надежный и простой бутылкорез. В этом ролике планировал сделать красивые уличные светильники из стеклянных бутылок, но придется пойти навстречу подписчикам, которые очень хотят знать как резать квадратные бутылки. Вначале опробуем пару вариантов предложенных гостями и подписчиками моего канала, а потом покажу как режу квадратные бутылки я. Первый способ на мой взгляд довольно опасный. В бутылку наливают машинное масло или отработку, после чего туда опускают раскаленный пруд. В квартире этот способ не опробуешь. А мне кажется, что пруд надо раскалить пробила, а масло охладить пробивуса. Я все делал не спеша. Результат вы видите. Наверно бутылка нестычанная. Да нет, наверное пруд не жилетный. Масло у нас совсем горячее, поэтому бутылка и не лопается. Второй способ самый старый. Бутылку обматывают толстой ниткой, пропитанной горючим веществом, и поджигают, после чего опускают в холодную воду. Без тренировки с первого раза может и не выйти. Эх, лучше бы я его выпил. Да и срез получается ровным не всегда. Я режу бутылки иначе. Подготовки немного больше, но результат почти всегда положительный. Отмечаю границу будущего надреза малярным скотчем или маркером. После чего делаю надрез бутылки по кругу обычным стеклорезом. Учитывая, что прошла целая вереница праздников и у кого-то пока не восстановилась моторика рук, можно закрепить стеклорез с трубциной на столе на нужной высоте. После чего берем и слегка упираясь бутылкой в стеклорез и стол, проворачиваем ее по кругу. Надрез получится ровным. Китайцы, как оказалось, просекли эту фишку и уже сделали вертикальный универсальный бутылкорез. Кто захочет на его посмотреть или купить, ссылку найдет в описании под видео. Кстати, у меня прямо сейчас родилась идея. Этот бутылкорез можно упростить и удешевить раз в 10. Сделаем так. Сейчас на экране появится опрос. Если скажем за неделю проголосует человек 300, сделаю еще одно видео с вертикальным бутылкорезом. Я думаю вы догадались, что так можно надрезать любую бутылку. Я уже надрезал несколько разных бутылок, теперь их нужно прогреть. Прогревать будем с помощью нихромовой нити. На нихромовую нить подается напряжение с понижающего трансформатора. Регулировать напряжение будем с помощью деммера, как и в первом ролике. Итак, делаем нить не сильно красной, чтобы не сгорела. Прижимаем ее плотно прямо по надрезу и прогреваем. Если бутылка имеет вогнутую форму, как эта, может понадобиться помощник. Поворачиваем. Многие место надреза резко охлаждают, окуная бутылку в воду. Я так не делаю, потому что процентов 10 бутылок лопается не по надрезу. Шлифовку среза можно сделать гораздо быстрее на сухую с помощью электроинструмента. Но как оказалось пыль от стекла не выводится из легких. И со временем можно заболеть силикозом. Поэтому лучше шлифовать на мокрую. Не переключайтесь, это еще не все. Этим трансформатором с нехробовой нитью лет 25 назад я делал уникальные светильники и декор для самодельной мебели из массива. Сегодня эту технику почти забыли. Возможно вы когда-то видели похожие рамки для фото, разделочные доски и так далее. Но не догадывались как делают такой узор. Кстати диммер стоит копейки. И собрать его просто. В описании под видео и в конце ролика будет ссылка на видео по сборке диммера. Что касается этого ящика с трансформатором, то тут все просто. Ящик подбираем по размеру трансформатора. Схема простейшая. Рисовать не буду. Внутри стоит старенький понижающий трансформатор TBS3 с выходом на 5 и 24 вольта. 24 вольта пустил на розетку куда подключается вилка с нехромовой нитью. А перед трансформатором можно поставить включатель. Благодаря диммеру напряжение после трансформатора можно менять почти до ноля. Это позволяет ставить нехромовую нить любого сечения и длины. Понижающий трансформатор нужен еще и для того, чтобы нас не ударило током. Кроме древесины и стекла, таким резаком очень удобно резать поролон и пенопласт. Если пускать по направляющим, рез получается идеально ровным и аккуратным. Пишите в комментариях, что еще можно резать нехромовой нитью. И какие самоделки из дерева с нехромовой резьбой будут смотреться эффектно. Через пару дней опубликую видео про уличные светильники. И еще. Я помню о том, что обещал поделиться секретом о том, как резать бутылки вдоль, по диагонали и как делать такие отверстия. Материал давно отснят. Ролик смонтирую и опубликую после уличных светильников. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Если видео было полезным не забудьте поставить лайк или дизлайк. И если вы не подписаны на мой канал, подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео.